Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Эта собака давно бегала по округе. Часто мы подкармливали ее возле подъезда. У пса даже появилась миска возле подъезда. Кормили кто и чем мог. Почему не брали в дом? У каждого были свои причины. Например, у нас и так у квартиры жили две собаки. Правда, маленькие. А песик же был достаточно больших размеров, хотя и очень тощий. Однажды вечером, когда выпал первый снег, мы все-таки решили впустить собаку в подъезд. Так как у нас в подъезде живут люди разные, то решили пройтись по квартирам. Я сказал, что это теперь моя собака и скоро увезу ее жить к родителям. Это было неправдой. Родители живут за тысячи километров. Но так я решил выиграть время. А сам стал искать для пушистого друга передержку. А лучше, конечно, дом. Сделал несколько фото и разместил по разным интернет ресурсам. Больше всех возмущалась бабушка с первого этажа, баба Нюра. Она жаловалась на плохой сон и обещала выбросить собаку за дверь подъезда, если та начнет скулить или еще хуже лаять. Но предупредили мы абсолютно всех. Так пес нашел кровь хотя бы на несколько дней. Но уже этой ночью наша жизнь, как и жизнь собаки, совершенно изменилась. Мы проснулись ночью от пронзительного лая. Казалось, что пес не переставая срывал голос. Такого лая я еще не слышал. Пока я накидывал вещи, лай становился все тише, а потом и вовсе утих. Почему-то мне в голову пришло, что его кто-то обидел, а потом выставил из подъезда. Открыв дверь, я сразу почувствовал странный запах. Пахло дымом. Когда я спустился с пятого этажа на третий, а у нас пятиэтажка, то понял, что где-то ниже произошло возгорание. На третьем уже все было в слабом, но уже дыму. Я решил вернуться к себе, по дороге стуча во все квартиры. Забежав в квартиру, поднял всех своих. Жена вызвала пожарников. А я, вооружившись мокрой тряпкой и ломиком, побежал вниз. Вместе с соседом мы смогли открыть дверь горящей квартиры. Это была квартира той самой бабы Нюры. Собака же, видимо, надышавшись дыма, лежала еще у входа. Эта история закончилась благополучно. Все живы и здоровы. Очень вовремя позвал нас пес. Он достаточно быстро пришел в себя. Пару недель он потом прожил у меня. А когда баба Нюра выписалась из больницы, забрала его к себе. Теперь уже навсегда. Вот так порой важно оказаться в нужное время и в нужном месте. Теперь бабушка с большой гордостью рассказывает всем окружающим о своем хвостатом спасителе. А есть ли у тебя домашнее животное, которое готово прийти на помощь в любой момент? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.